Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему Израиля. Именно то, что многие организации международные все еще требуют от Израиля прекратить бойню и геноцид Хизбаллы и Хамаса в секторе Газана и Геливана. И естественно не хотят эти международные организации признавать факт того, что они таким образом выгораживают террористические организации, демонизируя сам Израиль. Я вам сейчас предоставлю вашему вниманию статью в газете Focus Online, это интернет-портал новостной. Я прочитаю вам эту статью без моих комментариев, просто прочитаю, а вы сделаете выводы из услышанного и прочитанного в этой статье. Потом я также, как и в предыдущем видео, оставлю ссылку на эту статью, чтобы вы могли сами прочитать эту статью, не говоря того, что якобы я придумываю что-то или несу от себя тему. Так вот, а потом уже после этой статьи мы с вами поговорим о том, что действительно там происходит на Ближнем Востоке. Итак, Focus Online передает комментарий Гая Катца, это израильского эксперта, по теме «ООН превратилась в марионетку террора». Дальше идет статья. ООН деградировала в инструмент террористических организаций, таких как Хезбалла и Хамас, говорит израильский эксперт Гай Кац. Вместо того, чтобы призывать к реформам, Германия голосует против Израиля, а министр иностранных дел Бербок предпочитает критиковать жертв, а не преступников. В последние годы ООН снова и снова показывала, что она вряд ли играет заслуживающую доверие роль в кризисных регионах, особенно на Ближнем Востоке, где такие организации, как Временные силы ООН в Ливане, Наблюдательная миссия и ООН Агентство помощи и работ, Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, уже давно утратило свою миссию. Заявление бывшего солдата Голубых Касок о том, что вот эти вот все миссии фактически находятся во власти Хезбаллы, пролили шокирующий свет на состояние международных миротворческих миссий. Юнифил – миротворческая миссия или марионетка Хезбаллы. Бывшие солдаты открыто сообщают, что вот этот Юнифил на юге Ливана полностью контролируется Хезбаллой. Свобода передвижений? Да и вы что. Вместо этого Хезбалла систематически блокирует доступ в войск ООН в определенные регионы и контролирует их передвижение. Эти отчеты явно показывают, что Хезбалла не только контролирует Южный Ливан, но также оказывает огромное влияние на действия миротворческих сил. Ситуация ухудшается. Миротворцам больше не разрешается действовать после наступления темноты, что дает Хезбалле возможность беспрепятственно осуществлять свою военную деятельность. Поставки оружия, шпионаж на израильской границе, расширение инфраструктуры – все это происходит на глазах у войск ООН, которым поручено лишь наблюдать на расстоянии. И даже когда о нарушениях сообщается, они угасают в бюрократии ООН без каких-либо последствий. Такое бездействие не только угрожает стабильности в регионе, но и делает практически бессмысленную миротворческую миссию, которая даже не приступает к своему выполнению. БАПОР Вот это вот организация помощи Палестине. Секрет Пулешинеля о причастности к терроризму. Разоблачения вокруг организации БАПОР еще более серьезные. Первоначально основанная как гуманитарная организация для палестинских беженцев, она уже давно стала пешкой Хамас. Не случайно сотрудники БАПОР приняли участие в резне в Израиле 7 октября 2023 года. Особенно шокирует то, что в момент убийства у шефа службы безопасности Яхи Синвара, одного из высших лидеров Хамаса, было при себе обнаружено удостоверение личности от организации БАПОР. Сотрудники этой организации, которые должны оказывать гуманитарную помощь, активно поддерживают террористические структуры. Еще в 2014 году школы БАПОР использовались в качестве складов оружия и стартовых площадок для ракет против Израиля. Вместо того, чтобы делать выводы, БАПОР продолжает финансироваться, в том числе со стороны крупных государств-членов ООН, таких как Германия. О порочности этого института свидетельствует тот факт, что он не только предал свою миссию, но и активно функционирует в составе террористической сети. В период с 1922 по 1923 год ООН приняла больше резолюций против Израиля, чем против всех других стран вместе взятых, включая диктатуры, такие как Иран, страны с гражданской войной, такие как Йемен и государства-преступники, такие как Сирия. Это несоответствие не только смешно, но и показывает, что ООН уже давно потеряла свою объективность. Вместо поддержки таких государств, как Израиль, которым приходится защищаться от террористических угроз, таких как Хизбалла и Хамас, Израиль систематически демонизируется. Это лицемерие становится еще более очевидным, если принять во внимание, как Хизбалла беспрепятственно действует на юге Ливана, в то время как голубые каски просто наблюдают. ООН не только не смогла обеспечить соблюдение своих резолюций, но и активно способствовала эскалации напряженности в регионе. Германия, как одна из ведущих стран мира, должна наконец взять на себя ответственность и произвести революцию в ООН и ее подразделениях, таких как БАПОР и Организация Голубых Касок. Вместо того, чтобы слепо голосовать против Израиля, недопустимо, чтобы Германия часто выступала на стороне стран, осуждающих Израиль при голосовании в ООН, в то время как настоящие агрессоры, террористические организации, такие как Хизбалла, могут действовать беспрепятственно. Германия должна ясно выступать за реформу ООН, которая не только позволит миротворческим миссиям снова начать действовать, но и восстановит моральную целостность организации. Вместо того, чтобы быть частью проблемы, Германия должна взять на себя инициативу в ее решении. Недостаточно выступать с критическими речами, необходимо принять конкретные меры по обеспечению выполнения резолюции и ограничению влияния террористических организаций. Время дипломатической сдержанности прошло. Германия больше не может стоять в стороне и наблюдать, как коррумпированная и неэффективная инфраструктура ООН ставит под угрозу безопасность Израиля и стабильность всего Ближнего Востока. Организация Объединенных Наций должна быть реформирована, ее миротворческие миссии должны быть революционизированы, а причастность террористов, таких как БАПОР, ООН, должна быть раскрыта и с ней нужно бескомпромиссно бороться. Именно здесь в игру вступает министр иностранных дел Анна Лена Бербок, которая предпочитает делать критические заявления в адрес Израиля вместо того, чтобы сосредоточиться на реальной угрозе – терроризме. Ее неоднократные критические замечания по поводу действий Израиля, когда страна защищается от нападений Хизбаллы и Хамаса, показывают, что она неправильно расставила приоритеты. Но вместо того, чтобы выступать за реформу ООН и ее миротворческих миссий, она предпочитает критиковать Израиль в международных организациях. Бербок должна быть именно тем, кто признает ответственность Германии и использует ее для борьбы с терроризмом. Будучи ведущей страной в международной дипломатии, Германия обязана бороться за реформы, которые восстановят эффективность и нейтралитет ООН. Вместо этого, несбалансированная позиция госпожи Бербок ставит под угрозу германо-израильские отношения и косвенно усиливает позиции террористических группировок. Роль Германии, очевидно, должна заключаться в борьбе с терроризмом и поддержке реформ ООН, а не в критике Израиля, который борется за свое выживание. Вот такая вот статья на портале Фокус Онлайн. Я оставлю ссылочку на эту статью, чтобы вы могли убедиться, что я ни слова лишнего не придумал к этой статье. Ну а сейчас, со своей стороны, я просто вам хотел бы сказать, да, в довершение тех видеовыпусков, которые уже лежат на канале, именно по теме Хамаса и Хизбаллы, про палестинские демонстрации, кому они выгодны, кто их разрешает устраивать и так далее. И о том, как наша Аналена с противниками, с врагами Израиля, изволит ужинать или обедать за одним столом в Министерстве иностранных дел, я хотел бы добавить вот что. Уж такую некомпетентность показывать, как показывают сегодняшнее немецкое правительство в основной своей массе, по-моему, не увидишь нигде. В любой другой стране, пускай даже у тех же самых зулусов, да, они племена, они кочевые племена, но у них все-таки хоть есть какой-то государственный строй. Пусть у них нет своих министров, но у них есть свои старейшины и вожди племен и так далее. Даже те зулусы себя так не ведут, необдуманно и бесцеремонно, как это делает наш министр иностранных дел Аналена Бербок. С одной стороны, она говорит, да, мы поддерживаем Израиль, но когда дело доходит до выступления на большой трибуне в международных организациях, тут кто-то ее подменяет и тут же она начинает выговорить, что Израиль плохой, что нужно прекратить геноцид бедных палестинцев в секторе Газа и нужно прекратить контрнаступление на юге Ливана. Мол, там есть голубые каски, они с этим разберутся. Вы только что слышали своими ушами из статьи, чем занимаются на самом деле голубые каски. И многие люди, живущие в Израиле, оставляют комментарии у меня на канале под видео, посвященными теме Израиля, свои высказывания о том, как на самом деле, какую миссию выполняют и выполняют ли подразделения голубых касок. Я не привык полагаться 100% на разные комментарии в таком роде, типа, мол, за определенную мзду голубые каски предоставляли свою оптическую аппаратуру для боевиков Хезбаллы, чтобы те могли следить за Израилем и так далее. Я не знаю, правда это или нет, но то, что Хезбалла вырыло под гарнизоном миротворцев крупнейший туннель, наполнив его боевым снаряжением, все-таки о чем-то говорит. То есть, это организация Объединенных Наций, которой управляет вот этот вот дедушка Гутерреш, отказавшийся по каким-то своим личным причинам смотреть вот этот ужасный фильм о зверствах хамасовских террористов. Он просто отказался. Я не знаю, кто там еще отказался. Не думаю, что все его секретарии и функционеры смотрели это. Кто-то, может быть, смотрел, кто-то хватался за сердце, кто-то падал в обморок. Но он решил оградить себя от таких ужасов. То есть, он прекрасно понимает, что могли там показать, он прекрасно понимает, что он мог там увидеть. Но, тем не менее, он стоит на стороне, скажем так, сил света и голубизны, которые, увы, не могут выполнять свои миротворческие обязанности. То же самое было в 90-е годы в Сербии, когда миротворцы ООН, ну и не скажу, что они спровоцировали начало вот этой вот бойни, этой войны, но они по факту бездействовали, когда начиналась эта бойня. Они просто-напросто ушли в сторону, и все. И предоставили событиям течь в том направлении, в котором они и потекли, эти события. То же самое ООН и ее подразделение Голубых Касок делают сейчас в Ливане. Мол, типа, они же, вот эти гарнизоны, обязаны были держать, ну, не демаркационную линию, а контрольную зону, по-моему, именно шириной 30 километров от границы Илевана с Израилем, чтобы в эту зону не проходили никакие военизированные формирования. Но, тем не менее, получилось так, что прям под гарнизоном ООН оказался огромнейший туннель Хизбаллы, напичканный вооружением. В одном из видео я вам говорил про то, что у этого Синвара, когда его наконец-то ликвидировали, в его бункере обнаружили сумасшедшую кучу денег. Но в могилу он из собой взять не смог. Это деньги, которые шли от организаций, от той же самой ООН, от других крупных миротворческих организаций, тому же Хамасу, той же Палестине, куда приземлялись все эти деньги. Вот, пожалуйста, огромнейшая сумма, в сколько там, сколько-то миллионов долларов, в эквиваленте на миллионы долларов, находилась только в сейфе этого Синвара. Для чего? Для чего он собирал эти деньги? Чтобы его вот эти вот бедные палестинцы, как они себя называют, мучились, страдали и во всем обвиняли Израиль? А там среди этих денег были и шекели. А то, что у Синвара обнаружили удостоверение личности сотрудника благотворительной организации, помогающей восстановлению Палестины и вот этим вот палестинцам, которые жили в секторе Газа, не то, что Матрица где-то дала сбой, а просто, как многие любят сейчас приписывать, именно Путину, он хочет создать новый миропорядок. Не знаю, чего он хочет на самом деле, но новый миропорядок уже существует. Те миротворческие организации, которые обязаны были следить за порядком в мире, превращаются в пособников терроризма. Те организации, которые убивают, уничтожают людей, сжигают их, живьем режут, вдруг в огромных странах, таких как Россия, начинают считаться друзьями русского народа. Кстати, там случайно в Москве демонстрация в память об этом Синваре еще не прошла, нет? А что так слабо-то? Он ведь Синвар точно так же, как Ясер Арафат, был друг советского народа, так Синвар друг российского народа. Что-то облажались, почему-то демонстрации нету. Бардак. Ну да, у них сейчас там свои проблемы. Выйдут на демонстрацию, тут же пойдут на фронт. Вот поэтому, наверное, печалятся на кухне с бутылкой водки. Ну, я по-другому это назвать не могу. Как можно называть террориста другом страны? Значит, вы поддерживаете терроризм. Мне один там высказался, мол, типа, я сравниваю господина Зеленского с организацией ХАМАС. И что-то я не припомню, чтобы я его сравнивал. Вот так вот прям, не то, что косвенно, даже открыто, я его не сравнивал. Просто я говорил совершенно другое. В видеовыпуске, в котором этот человек, выхватив какое-то слово из контекста, попытался меня в чем-то уличить. Но, когда в социальной сети Одноклассники.ру, вот этот ОК.ру, вдруг все пишут, что израильские милитаристы уничтожили борца за свободу господина Синвара, друга русского народа, то тут начинаешь задаваться вопросом, граждане россияне, а все ли у вас с головой в порядке? То есть, вы сейчас все там возмущаетесь, кричите, что вот, понаехали там с Туркменистана, с Узбекистана, мигранты, блин, да нам от них дышать негде, да нам с ними то, да нам с ними сё. Но эти люди просто хотят работать, потому что в Узбекистане идет сильнейшее нарушение прав человека. Они бегут в Россию, ищут себе работу, они бегут на Запад, ищут себе работу. Есть, конечно, изгои, я не спорю, в любой нации есть изгои. Но считать другом российского народа, главу террористической организации, это уже, увы, не то что интеллект, а серое вещество напрочь отказывается думать своими извилинами в черепной коробке. Вот и всё. В общем, анализируйте саму статью, которую я вам прочитал, высказывайте свое мнение по этой статье, пожалуйста, в корректной форме, потому что уничтожаю без всяких, как говорят немцы, Вен и Абер, без всяких оглядок на, скажем так, послужной список людей, будь то журналисты, будь то юристы, которые мне угрожают прокурорской расправой и так далее, и ещё чем-то, или будь то временно недоступные солдаты на передовой, которые вот один попался сегодня, тоже ушёл. тут же ушёл в бан, ну и фиг с ним, думаю. Поэтому прежде чем комментировать, подумайте, чтобы ваш комментарий действительно выглядел более-менее корректно и культурно. Ну и как всегда по традиции, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, ну, сколько комментариев, конечно же, и не болейте, будьте нам здоровы. Всем удачи, пока.